Дорогие друзья, завершаются зимние праздники. Кому-то, к сожалению, мне лично к счастью, мы встретили, надо сказать, эти праздники достойно и красиво. В домашнем уюте и тепле, за праздничным столом, но главное, под мирным белорусским небом. Традиционно благодарю всех вас за труд, за вашу позицию, которая в это непростое время является надежной опорой нашему государству. И, конечно, спасибо за ваше творчество и талант в этом зале сегодня, как я понимаю, исключительно талантливые и творческие люди. Без этих, дарованных вам Господом, качеств, новогодние рождественские дни не были бы такими яркими и интересными. Когда страна отдыхала, вы работали на детских утренниках, уличных площадках, телеэфире. Поэтому сегодняшний вечер – это ваш праздник. Вы этот праздник заслужили. Здесь собрались журналисты, политологи, артисты, спортсмены, представители. Именно представители, маленькая частичка всех сфер, названных мною, деятельности. Здесь присутствуют высшие должностные лица, члены правительства, руководители предприятий. Словом, люди, погруженные в политическую жизнь страны и мира. Люди, скажу прямо, которые делают эту политику и создают этот мир. Скажу предельно конкретно, какую бы нам ни навязывали информационную или иную повестки, свою политику и уклад жизни, мы, белорусы, всегда выстраивали и будем выстраивать исключительно самостоятельно. Вот от всех нас, до трех сотен присутствующих здесь, зависит, какой будет наша страна и какая будет жизнь на нашей земле. Никакие внешние обстоятельства и угрозы не изменят наши цели. Наш выбор – созидание. Мы целенаправленно шли от года народного единства к году исторической памяти, зная, что первое просто невозможно без второго и наоборот. Также невозможен и образ будущего, доброго, светлого, без таких понятий, как мир и созидание. Именно таким мы хотим видеть 23-й год – годом мира и созидания, и не только на своей земле. Сегодня это понимают даже те, кто вчера противопоставлял себя государству, выступал против, как они говорят, режиму. А сегодня они видят в таком режиме свое спасение. Процентов 90 тех. Я уже говорил об этом в храме. Мы к этому готовы. В какой форме это будет? Какой путь они должны пройти обратно к себе домой? Вам определять. Дорогие друзья, в вас и миллионах таких, как вы, настоящих патриотах, я абсолютно сегодня уверен. Поэтому повторю то, что сказал 7 января. Этот год должен быть обязательно лучше. Мы это пообещали людям. Вы все большие молодцы, но я знаю, что ваш творческий потенциал еще далеко не исчерпан. Время требует большей динамики от каждого из нас. И я надеюсь, что мы уже отпраздновал Новый год капитально ввязались в решение тех задач, которые мы должны решить в этом году. То есть мы начали серьезно работать. Очень на это рассчитываю. И я желаю вам постоянно открывать в себе новые грани, покорять новые высоты, профессии, стараться быть хотя бы на один шаг впереди того самого текущего момента, о котором мы говорим. С чувством большой гордости, искренней благодарности, сегодня традиционно я готов вручить заслуженные государственные награды всем, кто в прошлом году достиг выдающихся профессиональных успехов. Ну вот я это сказал и подумал, что даже те, кто достигли выдающихся успехов, мы сегодня не сможем отметить. Это по, как раньше говорили, предложению трудовых коллективов, мы символично этим самым говорим о том, что мы не забыли, что есть самое-самое. И вот частичку самых-самых мы сегодня с вами отметим. Ну а все остальное в течение года я уверен, что руководители, а они прежде всего инициаторами должны быть, не забудут предложить самых лучших к награждению, поощрению, другим подаркам. Поэтому я действительно хотел бы выполнить свою конституционную обязанность и вручить представителям этого талантливого слоя нашего общества заслуженные награды и благодарности. И позвольте мне еще раз поздравить вас с наступившим Новым годом, с этими добрыми, светлыми праздниками мира, добра, благополучия вам, вашим деткам, вашим родным, вашим близким. Еще раз с праздниками вас! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Самое сложное в профессии – это, пожалуй, быть всегда в нужном месте, в нужное время, успевать услышать то, что говорит президент, потому что это, в конце концов, самое важное, что мы должны делать, чтобы донести людям ту информацию, которую озвучивает глава государства. Поэтому вот этот груз ответственности, когда именно ты являешься тем посредником между президентом и читателем, вот это, наверное, самое сложное. Что касается самой награды, то я действительно воспринимаю ее как некий кредит доверия, аванс на будущее. А объясню почему. Потому что все-таки журналиста президентского пула, работая в непосредственной близости к главе государства, мы готовим о нем новости, и так или иначе мы находимся в поле зрения. Нашу работу проще заметить и отметить. Поэтому, когда награды, медали получают, вот как недавно работники сельского хозяйства были во дворце независимости, обычные работники с ферм, заводов и так далее, я очень рад за этих людей, даже больше, чем за свою собственную награду сейчас. Потому что, чтобы их труд заметили где-то на периферии, ну это действительно нужно вложиться, сделать что-то значимое, хорошее, доброе, вечное. И хочется пожелать только, чтобы в нашей стране было как можно больше таких достойных людей. Насколько бы это просто не звучало, наверное, я почувствовала себя в первую очередь счастливым человеком. Естественно, параллельно это очень большая ответственность оправдать такое доверие главы государства. Как говорят в журналистских кругах, награда президента, в том числе благодарность, это кредит доверия больше, чем благодарность. Ну и теперь придется это доверие оправдать.